Подснежники Самыми первыми согретые ранними солнечными лучиками среди снежных сугробов в лиственных лесах просветают подснежники. Нежная зелень листьев кажется особенно яркой на фоне белого снега. Цветки, похожие на маленькие колокольчики, обладают очень приятным, но слабым запахом. Недаром подснежники называют храбрым цветком весны. Иногда думается, что выросли они и зацвели ранней весной специально, чтобы украсить еще не очень приветливые леса и доставить радость людям. Только тогда, когда мы видим распустившийся подснежник, приходит ощущение окончательного наступления весны, и даже временный возврат холодов уже не может испортить радостного настроения. В мире, начиная с 1984 года, принято отмечать 19 апреля как день подснежника. Этот весенний праздник родом из Англии, и не случайно, в Британии подснежник обычно зацветает в середине апреля. Отсюда и дата праздника. День подснежника – радостный праздник, говорящий о победе весны. Только этот цветок способен выжить в холодную раннюю пору. Прекрасные вестники весны, дивное творение природы – подснежники. Сложно представить пробуждение природы без их скромной и нежной красоты, дарящие победу тепла над холодом и надежду на лучшее. В разных странах этот цветок называют по-разному. Отснежный тюльпан, сончик, разлопушник, бобрик, одномесячник, пасхальный колокольчик. Болгары справедливо называют цветок задирой, так как он одним из первых вступает в схватку с зимними холодами. Итальянцы окрестили нежные бутоны, пробивающиеся из-под снега, снегосверлителями. Англичане называют его снежной каплей или снежной сережкой, чехи – снежинкой, немцы – снежным колокольчиком. А русское название – подснежник, связано с его удивительной способностью пробиваться из-под снега и засветать с первыми теплыми лучами солнца. В любой стране появление подснежников – это радость. Это всегда означает приход долгожданной весны и появление теплого, яркого, весеннего солнышка. Подснежниками называют разные растения, в зависимости от региона и их произрастания. Это происходит потому, что подснежниками принято называть самые первые появившиеся из-под снега цветы. В каждой местности есть свое название подснежнику. Те цветы, которые в данной местности зацветают первыми, и называются подснежниками. В России подснежниками часто называют любые ранние весенние цветы. Медуницы и ветреницы, хохлаткие крокусы, синие пролески и анемоны, образующие целые ковры. И нежно-белые цветочки, подснежник белоснежный. Те самые, за которыми посылала в зимний лес злая мачеха свою падчерицу. Подснежники произрастают на многих территориях земного шара, но практически все они занесены в Красную Книгу. Ведь сам по себе факт, что под снегом прячется это прекрасное весеннее творение природы, уже делает образ подснежника полным загадок и тайн, символом некой волшебной силы. Ведь своим появлением он показывает, как такое прекрасное хрупкое творение природы может пробиться сквозь еще промерзлую почву. Ему не страшны ни снег, ни зимние морозы, ни весенние заморозки. И вот уже множество белых и синих колокольчиков украшают первые проталенные склоны. Это верный знак, весна совсем близко. И поэтому подснежник часто становился героем различных легенд, мифов и сказок. В давние времена богиня Флора раздавала цветам костюмы для карнавала. Подснежнику достался белый наряд. Снег стал просить Флору позволить ему принять участие в празднике. Но все растения испугались его холодного дыхания. Один подснежник пожалел снег и бесстрашно встал с ним рядом. Танцуя, они так понравились друг другу, что стали неразличными. И на Руси существовала легенда, что однажды зима-старуха со своими спутниками, стужей и ветром решили не пускать на землю весну. Все цветы испугались их угроз, кроме подснежника, который выпрямил свой стебелек и смог выбраться из подснежного покривала. Увидев эти прекрасные, сильные и смелые цветы, солнце выглянуло из-за тучи и улыбнулось. Так и началась весна. Поэтому подснежник принято считать символом веры и надежды. Сказка Марка Шварца «Одуванчик и подснежник». Подснежник и одуванчик были соседями. Еще с прошлого лета они облюбовали большой пень, забрались под него, пустили корни, да там и зазимовали. Долго длилась зима, но однажды солнце проснулось и решило поиграть в лето. Мороз куда-то ушел, и оно выбралось из-под облака и засветило так яркое тепло, что на земле появились проталины. Когда снег начал таять, подснежник проснулся и разбудил соседа. Пора цвести, солнце уже пробилось через небесные сугробы. Что ты, что ты? Одуванчик поплотнее укутался снегом. Еще очень холодно, мы замерзнем. Но подснежник сбросил с себя одеяло, вылез снаружи и увидел солнце. Рассвел неярким под свет зимнего неба цветком. Когда мороз вернулся, он даже растерялся от такого безобразия. Что здесь происходит? Я играю в лето, улыбнулась солнце. Как тебе не стыдно? Рано тебе играть в такие игры. И с кем ты играешь? Ведь еще все спят. С цветком. Вон, видишь, возле старого дня? Он мне поверил и распустился. Оба вы распустились тут без меня. Это же надо такое придумать. В марте лето. Мороз укрыл солнце облаком. Но оно вертелось, высовывалось из-под одеяла, перемигивалось под снежником и, наконец, опять вылезло наружу. Тогда мороз слепил из облаков в широкое мягкое кресло. Солнце село в него и незаметно уснуло. Из чего выдумали? Ворчал мороз, засыпая проталины. Потом он подумал, что солнце уже совсем выросло и скоро он будет ему не нужен. Дедушка, а где солнце? Услышал он тихий голосок из-за пня. Это был тот самый цветок, друг солнца. Солнце спит, и тебе надо спать. Давай-ка я тебя укрою. Я еще хочу поиграть в лето. Глупый. Солнце не проснется теперь до самого апреля, а ты замерзнешь. Нет, я его подожду. Оно обязательно выглянет и захочет со мной поиграть. В апреле солнце наконец проснулось и стало искать своего друга. Оно обшарило всю землю, растопило снег, но подстежника нигде не было. Множество цветов распустилось на земле. Среди них и одуванчик. Он стал очень похож на солнце. Желтый, с множеством лучиков, лепестков. Солнце играло с ним и с другими цветами в лето. Оно кружилось по небу, а цветы кивали ему головками. Только иногда на солнце находила тень. Оно вспоминало о подснежнике. Потом наступило настоящее лето. А дуванчик, уже седой из гоблины беременем, рассказывал своим детям о подснежнике. Как раз в это время я лежал на траве возле большого пня и услышал его рассказ. Оказывается, подснежник был жив. Он дождался солнца, но когда он увидел множество больших и ярких цветов, застеснялся и спрятался под корень и уснул. Теперь подснежник будет спать до следующего марта, чтобы снова первым проснуться и поиграть в лето один на один с солнцем. А ведь для этого надо пораньше лечь и хорошенько выспаться. Так какой он настоящий подснежник? А он оказывается разный. В знаменитой сказке «12 месяцев» показан самый популярный вид подснежник белоснежный. А вообще-то насчитывается 17 видов подснежника и около 100 разновидностей. Не все подснежники белые. Они бывают и фиолетового и бледно-желтого цвета, которые растут в нашей Якутии. В начале весны можно наблюдать цветение альпийской и кавказской разновидностей подснежников, цветущего так высоко в горах, что дойти до него очень трудно. Эти подснежники, как правило, невысокие, достигают высоты не более 7 сантиметров. Научное название подснежника – галантус, что в переводе с латинского означает «молочный цветок». Такое определение вполне заслужено, ведь лепестки цветка подснежника молочно-белые, нежные, тоненькие. Некоторые виды славятся зелеными сердечками, прожилками на лепестках. Головка цветка наклонена вниз. С наступлением темноты цветок подснежника закрывается и становится очень похож на каплю молока, стекающую вниз. Подснежники, как правило, растут семейками. У них луковичные корни, а листья продолговатые, узкие, нежно-зеленого цвета. Распространяются первоцветы луковицами или семенами. Растет подснежник в разных уголках земли и в зависимости от климата может зацветать с января по апрель. Цветение длится около 30 дней. Подснежники являются цельным весенним медоносным питанием для пчел. Подснежник – растение ядовитое, и ученые рассматривают применение этого яда для лечения болезни Альцгеймера. В соках, заполняющих растения, содержится много сахара. Именно он и помогает подснежнику с легкостью переживать мартовские морозы. Существует в мире такой термин – галантофилия, который означает коллекционирование подснежников. Одна из самых больших коллекций подснежников произрастает на западе Англии. Первым начал собирать эти нежные растения натуралист Генри Джон Элвис более 130 лет назад. В честь него даже был назван один из найденных им в Турции видов подснежников – подснежник Элвиса. У многих народностей подснежник символизирует защиту от порчи и сглаза. Цветок, растущий возле дома, считается живым оберегом. А в мире символики цветок подснежника символизирует надежду и чистоту. Подснежники – это чудо природы и олицетворение надежды. Но подснежник не только красивый, но и редкий цветок. Чтобы найти этот цветок, не нужно идти в лес. Большинство видов занесено в Красную книгу, и собирать эти цветы нельзя. Но подснежники сейчас выращивают в теплицах, на клумбах и в собственных огородах, и даже на подоконнике в цветочном горшке. День подснежника – отличный повод поговорить о радости от наступления весны и цветения природы. А также и о защите исчезающих видов. Природа красива во всех своих проявлениях, но красота ее очень хрупка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова